Доброй ночи, дорогие! У меня 12 лет родился назад, сынок чудный. Два года назад, когда я получила здесь, на ночной молитве, благословение, я вкусила огромную радость и силу от этого благословения. И зная, что такое 12 лет, это особая дата в этом возрасте, я сегодня попросила бы вас и Ольгу Дмитриевну благословить моего сына в новом грядущем году. Спасибо вам. Но сначала я хочу ту тему, которая у меня была сегодня. Я не знала, что будет сегодня эта семья. Знала уже позже, когда у меня уже было это решение, взят этот текст. Но Господь знал. Дело в том, что 12 лет – это действительно для еврейского народа возраст не просто переходный, а возраст Барбараки, когда они входят во взрослую жизнь. И, как вам известно, в мою жизнь тоже Христос пришел в 12 лет, и так ярко, и явно. Вот вернулись мы с Москвы вчера, и там тоже свидетельствовал Андрей Дериенко, кто из вас знает его из Ярославля. Он сказал, что он 8 лет получил крещение Духом Святым, и говорит, что моя жизнь полностью изменилась. Я уже 8 лет знал, что я этому миру не принадлежу. Вы знаете, как это важно, ребенку знать, что он этому миру не принадлежит. Поэтому, Тимофей, я хочу сказать, что ты не от мира сего. Ты для этого мира быть светом, быть солью. А раз не от мира сего, то мир будет на тебя претендовать. Потому что те, которые от его мира... И все нормально, не надо, пусть сидит. Те, которые от его мира, те его уже имеют. Мир его имеет, и он мир имеет. А Бог тебя имеет для себя. Ты что-нибудь слышал про Даниила? А что ты про него знаешь? Ну иди, расскажи нам. Не стесняйся, можешь сидя сказать, только чтобы все услышали. Что ты знаешь про Даниила? То, что он был пророком в Ветхом Завете. Сколько они были? Мало. Не знаю. То, что у него еще были друзья, и они... Ну, когда их царь заставил поклоняться Истукану, они не поклонились. Их бросили в огненную печь, но у них даже одежда не пропахла дымом. И царь потом уверовал. Потом его бросили к львам. Или потом царь наутро пришел, а Даниил был жив. Молодец. А как все начиналось, знаешь? Нет? Ну, сейчас я расскажу историю, как все начиналось. Можешь садиться, Тимофей, потом я тебя позову. Чтобы ты себя комфортно чувствовал. Можешь сесть вот сюда, если там Оля заняла твое место. Сядь по центру. Дело в том, что Даниил с его друзьями, как вам известно, оказался в таком возрасте, как ты, может быть, на год постарше. Оказались в плену. Оказавшись в плену, как ты думаешь, может себя человек ощущать, когда его забрали от родителей в таком возрасте? Не просто плохо, а что делать? Как жить дальше? И вдруг помещают такое место, где так много искушения, где так много непонятных вещей. А они знали, как израильские дети, что им нельзя скверняться от стола царского. Ну, даже вообще от чужого стола языческого. Что на столе у царя они не знали? Но они точно знали, что им можно есть, а что нельзя. А на столе, когда все приготовлено, как ты узнаешь, когда там все смешано? Поэтому они приняли решение. Приняли решение не есть и не скверняться от царского стола. Как ты думаешь, это легко им было? Почему? Их могли убить, первое. Второе. Они, знаешь, что они конкурс выдержали? Нет, как они выдержали конкурс? Они не просто попали туда, в царский дом-то. Они все были пленники, но попали туда только те, у которых были такие характеристики. Послушай. «И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, которые же попали в плен, из рода царского и княжеского, значит, они должны были из царского рода быть, не просто пленники, отроков, то есть это вот подростки, у которых нет никакого телесного недостатка. У тебя есть какой-нибудь телесный недостаток? Ты здоровый, молодец. Красивых видов. Красивый у нас Тимофей. Понятливых для всякой науки. Как у тебя с наукой? Со школой, с учебой? Нормально. Понятливых, разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Вот видишь, какие критерии. То есть это как салон красоты. Вот надо было пройти какие-то конкурсы. И так выбрали их по этим критериям. Не все туда попали. И вот тогда, когда они прошли уже этот конкурс, вдруг они принимают решение, а мы откажемся. Откажемся есть от царского стола. Могли их из конкурса выключить? Могли. Могли убить, могли выключить из конкурса, оставить их опять за бортом, но они принимают решение, а мы не будем оскорняться от царского стола. Вот это достаточно важная тема. Сейчас я имею в виду, что фокусируюсь на Тимофее, но на самом-то деле у меня тема была сегодня помолиться о наших детях и подростках, которые живут в это время. Вы знаете, жить сейчас и не оскверняться от царского стола или от стола этого мира – это их решение. Родители не могут везде их сопровождать. Родители не могут им подкладывать все время пищу. Они сейчас уже в этом мире как часть того, что называется, системы образования. И буквально на той неделе я посмотрела одну информацию по поводу страшных вещей, я так скажу, на уровне теневого правительства, если можно так сказать, на уровне мировых систем, куда входит ряд мероприятий. Одно из них – это прививки. И буквально мне написала одна женщина с Америки, говорит, что нам делать? Сейчас принят закон в Америке, нельзя отказываться от прививок. Вы знаете, я сама свидетель детей, которые стали больны аутизмом после прививок. Это просто страшные вещи, которые происходят. Врачи не берут эту ответственность на себя. Более того, я уже рассказывала, по-моему, была свидетелем и той истории, когда вводятся гены другого пола человеку, чтобы он, когда вырастал и половое созревание происходило, он не ощущал себя от того пола, в котором рожден. То есть это такое вредительство. Я не могу сказать, что каждая прививка будет носить такой характер. Я не об этом. Я просто говорю об опасности, которая сегодня в этом мире существует. И поэтому, как защитить наших детей, это вкладывать в них сейчас тот здравый смысл, который позволит им принимать решение. Тимофей, это твое решение, не оскверняться от стола. Я потому хочу молиться, потому что я не знаю, как в таком возрасте, если Бог не откроет в себя сам человеку, как это сделать. Здесь нужна только личная встреча с Богом. Вот когда эта личная встреча происходит, вот я возвращаюсь к этому Андрею Дериенко, восемь лет вдруг, говорит, я понял, что меня этот мир потерял навсегда. Я ему не принадлежу. Он рос в христианской семье. Но не в каждой семье, где даже благочестивые родители такое решение могут принимать дети, если только нет этой встречи со Христом. Поэтому я хочу молиться с вами сегодня вот об этом чудном, удивительном контакте каждого ребенка в христианской семье с Богом. И не только в христианской семье, чтобы дети, которые с нашими детьми учатся, где-то на секции, где-то в школе, чтобы они получали вот эту Божью инъекцию, получали вот это опыление, чтобы они захотели познавать Бога. И как-то уже рассказывал о свидетельстве одного пастора из Мексики, который узнал, что он всю жизнь работая, уже был пожилым человеком где-то за 70 хорошо, ему уже было на тот момент, когда мы с ним встретились. И он говорит, я всю жизнь работал, перестраивая мышление человека из атеистического, из такого совершенно секулярного мира, опять поворачивая его к Богу. И вот я постоянно работал на переустройство, на перемышление, чтобы человека перестроить. И вдруг до меня дошло, что ведь можно было работать с детьми и сразу в них вкладывать. А я думал, что детьми должен заниматься кто-то, а я уже потом. И потом, когда, говорит, я это понял, что детей можно было строить вот сразу в правильном направлении, то я попросила Бога прощения за то, что потерял так много времени. И спросила у Бога инструмент. Чтобы Он подарил нам инструмент, как приобретать детей. И за один год они евангелизировали 10 миллионов детей. Это был инструмент, который Бог ему на самом деле подарил. Когда дети евангелизировали своих друзей в школе. Потому как они брали свои такие книжечки распечатанные, там такой назывался «Кошелек Самарянина», куда вкладывался диск, фильм какой-то, какая-то книжка, раскраска и что-то еще. В общем, три таких одинаковых пакета. И давали ребенку один, разъясняя, говорит, вот это твой, вот ты будешь вот то-то и то-то здесь узнавать. Это твоя возможность, это твое время. А вот эти два отдай своим друзьям. И также им расскажи, как мы тебе рассказали. А потом пригласи твоих друзей туда-то там домой, к такому-то ребенку, который уже был христианин или из христианской семьи. И мама этого ребенка проводила домашнюю группу сразу после школы с этими детьми. И вы знаете, так быстро вот эта волна захлестнула Мексику, вот это место, что 10 миллионов детей пришли ко Христу и привели своих родителей. Вот как ни странно, но дети приводят родителей быстрее, чем родители детей. Вот это какая-то странная вещь, но это так. Если ребенок пришел ко Христу по-настоящему, родители не останутся такими. И вот это какая-то Божья вообще арифметика и Божий механизм. И поэтому я хочу с вами сегодня об этом помолиться, чтобы то, что у нас предстоит скоро конференция с Бекки Фишер, который как раз движется в этом направлении, чтобы все, кто имеет в этом перед Богом вопрос, как воспитывать детей, как помочь им встретиться со Христом. Это не только учителя воскресной школы, это не только те, которые чувствуют и знают, что они педагоги. Это касается всех людей, кто хочет повлиять на детей, в своей ли семье или рядом находящихся. Поэтому я уже сейчас заблаговременно вас приглашаю на эту конференцию, и мы об этом сейчас будем молиться, чтобы Бог внутри нас производил эти перемены, которые вот здесь мы сейчас читаем. В юношах он произвел эти решения, эти желания. Сначала это был один Даниил, потом он увлек троих. Вот опять, посмотрите, та же схема. Был один Даниил, он принял решение, но вокруг него была какая-то группа друзей, и он сказал, я принимаю такое решение. И его решение повлияло на них. Откуда я это беру? Потому что здесь мы видим, между ними были сынов Иудинах, Даниил, Анания и Месаил Азария, и переименовали их. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами. Даниил. Состарало царского и вином, какой пьет царь, и потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Он молился и просил о себе. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евнухов. Он пошел, по сути, в одиночку. А вот эти друзья, когда увидели, что он пошел, говорят, и мы с тобой. То есть он увлек. У них, у самих, не хватало тогда дерзновения. И поэтому, как важны вот эти Даниилы, которые начинают уже в пророческом движении идти сначала по своему призванию личному. Поэтому, Тимофей, Господь знал, что ты сегодня будешь. Я не знала. И он сегодня говорит тебе, за тобой пойдут люди. Вокруг тебя будут друзья спасаться, но тебе самому надо принять это решение. От твоего решения очень многое зависит. И чтобы этот мир тебя не имел, чтобы система этого мира тебя не кормила, чтобы ты ел только то, что Бог тебе будет давать. Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Вы знаете, в этом уже мудрость. Не месяц, 10 дней. Посмотри на нас. Покорми нас вот этой пищей. И когда он уже сделал, вы знаете, чем это все закончилось. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими ястами. И тогда Милсар брал их кушание и вино, для питья давал им овощи. И даровал Бог четырем всем отрокам знания, разумения всякой книги и мудрости. А Даниилу еще даровал разуметь и всякое видение и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их начальник Евнухов, представил их Новоходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анане, Мессаилу и Азаре. И стали они служить перед царем. И во всяком деле, мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше. Выше кого? Те, которые питались от царского стола, а вот нет. Они оказались выше тех, кто уже был тайновецами и мудрецами в то время. Даже не сверстников своих они в десять раз перешагнули, а тех, которые уже были советниками. Посмотрите, в десять раз выше всех тайновецов, волхвов, какие были во всем царстве его. Вот это удивительно. Просто удивительно. То есть можно быть мудрее мудрецов, которые уже положили жизнь на это. Тогда, когда питаешься от правильного стола. Тимофей, иди сюда. Мы в твоем лице. Сейчас вы остальные тоже, братья, сестра, выходите, раз вы уже здесь. Яшенька, ты у нас как? Ну, спящий, пусть тоже получит свою порцию благословения. Оленька, иди сюда. Умничка, ты еще даже не заснула. Давайте мы поднимемся. Взрослому уж точно нельзя сейчас дремать, когда дети тут стоят. Дорогой Господь, я очень благодарна Тебе, что мы имеем такую привилегию молиться сейчас за четырех отроков, и среди них девочка. Мы благодарим Тебя, Боже, потому что во всех этих сердцах есть вместилище для Твоего Духа, для Твоей жизни. И мы сейчас их благословляем на то, что является Твоей дорогой, Твоим планом о каждом. Я благодарю Тебя, что когда-то Павел имел ученика Тимофея. И мы сейчас благословляем Тимофея быть в числе Твоих учеников. Мы просим Тебя, чтобы вот в этом детском или отроческом возрасте Ты затронул его сердце так глубоко, как он еще Тебя не переживал. О Отец мой, Господь, пусть с этого времени его сердце к Тебе прилепится. Пусть с этого времени особое духовное разумение придет на его дух, чтобы он различал, где подделка, а где Твоя пища, где Твой стол, которым ему надо питаться. Может быть, внешне он не будет выглядеть так же ярко, как остальная пища, которую едят окружающие, которые едят от компьютеров, которые едят от игр, которые едят от каких-то предложений этого мира. Господь, дай Тимофею четко понимать, что это не его пища. О, мой гад, это лавина клопс и плайс. Пусть в его духе поднимется этот критерий, по которому он будет отделять от себя эту чужую пищу, и скажет, а я этим не питаюсь. Боже, мы молимся, а ты знаешь, как благословить молодого юношу, который сейчас входит уже в следующий год своей жизни, а в новом году он переходит вот в это отращество, в котором уже перспектива на юность. И я прошу Тебя, Боже, пусть этот переходный период его жизни не будет бунтарским, не будет зараженным этим миром, но пусть его сердце уже сейчас формируется то послушание, на которое небо реагирует, давая ему смысл на каждую задачу, перед которой он устанет. И я благодарю Тебя, Боже, что и сегодня эта семья практически полностью присутствует здесь. Мы благословляем отца этого семейства, где он сейчас находится. Мы посылаем туда Твое присутствие, отцовство для его сердца, чтобы Господь, он был полноценным сыном и отцом. Сыном для Тебя и отцом для своих детей. Поэтому, Господь, мы сейчас благословляем этот род, мы благословляем эту семью, быть отделенной для Тебя, быть наполненной Тобой, быть открытыми для небесных программ. И поэтому во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, что мы благословляем сейчас всех стоящих на этом месте. И я благодарю Тебя, Дух Святой, что мы сейчас высвобождаем Твою силу и на тех, кто рядом, братьев и сестру, для того, чтобы Твоя благодать почевала на их головах. Мы сюда же ставим и Матвея, которому так же, как брат, нуждается в Твоем благословении. Пусть и этот юноша, Акотрек, будет сейчас стоять здесь в этой молитве. Мой гатловенкина полосара меркрида фрестасон. Пусть Господь каждый особо будет помазан. Пусть в каждом особо будет Твоя благодать работать. Пусть Господь будет у Даниила, так и у Тимофея. Будет, Боже, эта способность различать духов, различать сны, иметь пророческий дар. Боже, иметь высокий дух высокого Бога на себе. Пусть Он принимает те решения, которые будут и для Его братьев так же примером, и для Его друзей так же примером, которые увлекут за Тобой, Господи, чтобы они стали мудрее не только своих сверстников, но мудрецов этого мира. Поэтому, Боже, мы сейчас переводим их в новый статус, детей Царства Твоего и благословляем их личной встречей с Тобой. Боже, и сейчас в этой молитве, как мы согласились молиться за своих детей и внуков, то мы так же ставим каждого и благословляем молодежь и подростков в это время жить в непростое время для этого возраста. Я прошу Тебя, Господи, защити этих детей, которые оказываются под политикой, разрушающих судьбы или здоровье детей наших. Поэтому, Боже, мы не позволяем этому быть. Мы проводим эту линию крови. Мы говорим, не перейдет враг-губитель, не перейдет ни с каким планом, не перейдет ни с какой прививкой, не придет ни с какими заражениями, не придет ни с какой информационной программой, которая может разрушать изнутри. Во имя Иисуса Христа мы не пропускаем, мы не пропускаем к нашим детям и мы защищаем их этой молитвой. Мы сейчас защищаем их, Господи, чтобы они не ели от этого стола, зараженного стола, но чтобы они ели от Твоей пищи, которая сделает их мудрее, которая сделает их защищение, которая сделает их красивее, которая позволит им подняться на Твой триумф. Я благодарю Тебя, Господь, что в этой молитве содействие Твоего Духа. И мы сейчас молимся, чтобы евангелизация среди детей, она произошла так молниеносно, что никто не успеет даже опомниться, как дети уже стоят у креста, как дети уже складывают свои грехи, всю связанность, всякое рабство и оставляют у креста, но берут свободу, берут Твои одежды чистые, берут мышление новое, царственное, священническое. Поэтому во имя Иисуса Христа это наш голос к Тебе, это наша молитва к Тебе, это наша просьба пред лицом Твоим, Господи. Захвати в свой невод рыб и детского рода, Господь. Захвати, Боже, в свой невод, чтобы они стали Твоими пророками, Твоими евангелистами, Твоими учителями, Твоими пастырами, Твоими апостолами, чтобы они стали Твоим голосом на земле уже сейчас, помазанной властью Святого Духа, лично встречся с каждым из них, так, чтобы их дух возволновался, чтобы их сердце было увлечено Тобою. Аман Туда Тавигес, Анта Прей, чтобы их мышление не было зараженным и запечатанным врагом. Господь, вот об этом просьба и молитва, чтобы всякие проклятия родов, они сыпались от присутствия славы и света Твоего. Аман Давида, Крабс, чтобы никакие цепи рода не удерживали их от личного прорыва и от личных отношений с Тобой. И я благодарю Тебя, что, молясь перед Тобой, я передаю Тебе мышление этих ребят. Я благословляю, чтобы на их подсознании, на их сознании, без сознания, в их памяти была произведена Твоя коррекция. Хора Портери Фрайса Грэтосон. И на что дьявол претендовал, он теряет это как легальное основание, потому что ангелы Твои сейчас забирают, все блоки забирают. Майка Манагитули, все привязанные к цепи, отъединяют прямо сейчас, разрушая их по молитвам святых, потому что идет Твой молот, идет Твой меч, разрушая канаты, уничтожая кандалы и снимая проклятие. Господь, я благодарю Тебя, что это род взысканный Тобой, это род не оставленный Тобой, это народ взятый Тобой в удел, это дети, знающие Тебя и Твой голос. Господь, мы сейчас благословляем детей наших, чтобы они никогда не были просто детьми из христианских семей, но чтобы они были лично христианами, знающими Тебя, чтобы они жили под покровом Твоим и имели живые отношения. Боже, мы сейчас посвящаем не только эту семью, но всех детей в народе Твоем и говорим, войди к Ним в этой ночью, пообщайся с каждым. Войди, Господь, днем к Ним на территории их занятий и пообщайся с ними. Дух Святой, я благодарю Тебя, что Ты делаешь это прямо сейчас по молитвам в этой ночи и ангелов Твоих послал к детям нашим, чтобы они увидели не просто во сне, а лично общались с неба посланниками. Во имя Иисуса Христа. Аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...